Здравствуйте, инспектор полиции в миссии Велотроцкого, там двойная сплошная у вас была. Как у вас фамилия? Летенант Кулиш. Да, что случилось? Там уже подвину, сутина, один-один линия дорожной разведки. Там-там? Тут вы перетнули, так что, действительно, рух, то есть по улице Гарна, рух в дворы на лево, так? Две сплошные пересек? Да, подвину, сутильно. И, ну что, я пересек ее? Приведу, пожалуйста, на перерывке в Одессе, я сейчас в реестратор. Так, а можно увидеть? Нет, так а что, страховой нормально, не тушу. Покажете, я вам все сразу... Давайте поднимемся. Давай. Привем документы для перерывки, сейчас напарник мой показ покажу вам. Так, а мы давайте сейчас посмотрим, а потом документы. Да, дейте, я вас... Потому что это же серьезно, это два дня сплошная, это же постановление. Тут нельзя предупреждать. Постальное, постальное, мы же сейчас поднимемся, разглянемо доказы, да? Сто процентов. Сейчас разглянемо, то есть, если у нас будет хватать сил на постановление... Тихо, подождите, подождите, что значит будет хватать сил? То есть доказов, да? Ну, например, если у нас не было доказов, да, вы будете в суде. Подождите, ну, у вас же есть доказы? Допустим, конечно, регистратор есть, сейчас поднимемся. Если есть регистратор, мы сейчас поднимемся, видно там, чи авто, какая-то... Давайте только так сразу договоримся. Если вдруг у вас на регистраторе есть, то вы обязательно на меня составляете постановление. И вы мне пообещаете, что вы это сделаете. Тогда мы начинаем процедуру по закону. Если просто посмотреть документы, я не буду показывать. Обещать, я... Смотрите, я вас попереду, сгідно 31 статті закону про национальную полицию, то есть, и сгідно 40 статті ведется видеофіксация. Я не против. Да, сейчас ведется видеофіксация. Сгідно статью 32 закону про национальную полицию, пункту, частин 2 пункта 1, мы зупинили, маем право зупинять транспортный засіб за порушение правил дорожного движения. Вопросов нет вообще. Сгідно 35 статті закону про национальную полицию, маем право переверять документы в воде. 100%. Да, но на законной підставі. Правильно? Да. Законной підставі ще в нас є порушення права ПДД. Для того, щоб побачити порушення ще треба, щоб напарник принес видеорегистратор, но постановление по-любому мы тогда составляли. Ну давайте состав. О, вот это нормально. Одним більше, одним менше. О, якщо хочете, так, може був состав. А как, а якщо не хочу? Я вам розвислю, сгідно 268 статті особа, яка притяється до административної відповідальності, має право давати поясню, заявляти клопотання, користуватися адвокатом. Інше в цьому галузі права, який за законом має право надання правової допомоги. А також оскарити цю постанову по справі і користуватися перекладачем, якщо не владіє мовою, яка ведеться провадження. О, це клас. О, це приєтно. Що случилось? У нас китайський регистратор не може? Блин, ну, ребята, ну, вот вы были, вот так были, вот реально вот так, вот так вот, чуть-чуть не хватило. Ну, вот, я смотрю, уже не ГАИ, уже вот, когда про закон начали говорить, я смотрю, ну, уже не ГАИ точно. Думаю, ну, сейчас все, ну, сейчас, видеорегистратор, постановление, суд, штраф, казна пополнилась, все, блин. Ну, ну, вот так, вот 250 мог бы за казну принести, я вам больше скажу, я никогда в жизни не платил штрафов сразу, всегда, в ГАИ никогда не платил, принципиально, всегда в двукратном размері все штрафы, которые были через исполнительную. А можно вот так, ну, вот, на ситуации, да, вот, вы порушили правильную дружину, наприклад, давайте возьмем там, ГАИ, да, мы все прекрасно розуміли, там, что они берут там взятки, не взятки, все против взятки, за что взятки. Ну, ситуация, ну, просто для меня особо, вот, например, просто водя там зупинился, то есть водя порушил, и, ну, водя всякими шляхами пытается уйти в відповідальность, так? Не, чтобы там сказать, хорошо, пишите штраф, я поеду заплатить. Ну, какой же вменяем это сделать? Ну, это, ну, это, ну, это, ну, это нормально, вы же, когда приходите на базар и покупаете одежду, вы же хотите меньше заплатить, правильно? Правильно. На базаре торгуется, мы же на базаре. Вот, поэтому, чтобы мы не торговались, я вам говорю, ребята, постановление на меня по-любому, если я нарушил, и вы это видели, и у вас это зафиксировано, постановление, я не отрицаю даже, что, я не отрицаю, что я... Я не отрицаю, что, нет, машину вам нельзя сажать людей. Не, с векна там шнур не подходит. Не, мы перегородили так уже этот двор. Ну, давайте постановление пока заполнять. Раз все есть, раз вы уверены. Не, сейчас разглянем. Так а если там все есть? Не, мы сейчас разглянемо все, разглянемо доказы. Я должен согласиться, то есть. Вынесем, то есть, мы документы еще не переверили, ваши. Ну, да. То есть, мы разглянем, прием документы, а потом уже будем вырешивать, что мы будем складывать. Есть у нас документы, немало документов, правильно? Я же не знаю, почему. А то, что водитель хочет уйти от ответственности, всегда это нормальная практика. Во всем мире так. Это природа человеческая, ее не изменить. Да, да, понимаем. У нас тоже не было такого, что полицейские, которые брали взятку, сказали, да, я брал. Так что все... Конечно, никто не признается. Все же никто не хочет признается. Так, говорят, что и мы берем, говорят, все, все, говорят, все, что нужно. Кому верить, я сам не помогу. Это точно. То есть, регистратор вы хоть не сами покупали? Ну, как наш. Вы покупали лично? Ну, можно это и повесить. Ну, так, у нас есть на груди, то есть наш видеорегистратор. Чтобы не было этого вешать, потом на себя выклики одевать, он все повесил регистратор. Ну, а что, можно. Ой, господи, страшно. Это наша гарантия, наши гарантии. Вам видно будет? Нормально, нормально. Вот так? Да, нормально, там вообще классно все видно. То есть, можно еще разстегнуть и дошла на прям до вас в автомобиль. Ну, бо я не шаг. Потому что он говорит, что ты издеваешься над полицейскими, тебе что трудно выйти. Вам лучше, я вам скажу честно, чтобы водитель сидел в машине и вообще никуда не выходил. Не, не, даже не в том, что заставляю или нет. Учитывая события, которые происходили на Украине, вам вообще лучше, чтобы водители с машины не высовывались. Вот там, где остановили, там и сидит. Все, потому что так хоть можно что-то с ним делать. Он сейчас сидит к вам в машину. У него в кармане нож или какая-то хрень. Вы видели хоть что там? Нет. Не видели? Там у меня все нет. Это же в двор въезд, правильно? Ну да. Там разрыв. Вы заехали в двор. Разрыва там не было. Значит, снегом там занесена дворная сплошная? Нет, снега не было. Не занесена? Все видно? Так как же я не увидел тогда? Не знаю. Хорошо, а что? Протокол выписываем. Постановление. Так документы давайте проверим. То есть, мы можем и протокол писать, мы же не знаем. Чи постанов, чи протокол. А что, протокол уже пишете? Так, а вдруг вам не мает 18-ти роков. Придеться писать протокол. Не, ну, вам не видно, что я уже брился. Не, ну, я же не знаю, мы же не проверили документы. Просто, спочатку, проверили документы. Ну, давайте. Параз так. А какие вы хотите? Ну, придеть посвященную особу. Там запитаем, есть у вас в Одессе? А есть, я в Мене. То есть, право керувати транспортно-движение. Посвященную особу. Вы паспорт хотите? Да. Я маю право, зима 35-й статті, законопередственного правительства. То есть, мать документ посвященную вашу особу. То есть, я вас запитаю. Ну, если я нарушил правила дорожного движения, значит, вам надо только права отменять. Так, в Одессе, я думаю, что вы в Одессе в Одессе в Одессе в Одессе в Одессе. Паспорт годится? Нет. Ну, там фотка, сравните имя, фамилию. Реистрація, тут же документ, який посвящен праву феруманно-транспортно-движения. Так, а какое там право? Фуд мою? О! Иди! Это, кстати, машина на меня. Та я не против, в операционной есть, вам, чтобы... Страховку? Та не могу. Паспорт? Ну, если все есть, то... Что дать еще? Тільки нашу страховку, украинскую. Не-не, украинская не нужна, ребята, знать. Машина на иностранных номерах. И наклейка у вас немає. Какой? То есть, в виде эллипса. Которая UA? Да. Она необязательна. Ну, написано, что она должна быть. Не, не обязательно она. Вы почитайте внимательно, на какого типа машинах она обязательно должна быть. То есть, на машинах, які зареєстровані, на... На какого типу, на какой-то, начиная от какой-то наждисти. Что, выше 3,5? Да, этих не клеят. Не, не обязывают. Ну, блин, сюда, на хороза на встык, які за кордон въезжать, на них на встык, на автомобилях. Паспорт. Не, 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 не. Мы же с вами договорились. Вы сказали, что если действительно нарушение есть, мы с вами договорились, вы составите постановление, и я заплачу штраф в казну. Нельзя человека... Смотрите, в чем история? Вы показали на видеорегистраторе, видно, что я заезжаю во двор. Действительно, действительно видно. Оказывается, там есть двойная сплошная, которую, по моему мнению, занесли на снегом. Я ее не видел. Да, но действительно там ее плохо видно, я не заметил. Я не живу в Днепропетровске. Но факт остается фактом, я нарушил. Подождите, ну я нарушил двойную сплошную. За нее нельзя предупредить, я так хочу, я не хочу. Не бывает такое, что вам вы остановили водителя, он вам рассказал на уши лапшу, и вы сказали, ну, Ракшев, что вы так хочет, и то я вам... А я что не хочу, и то я вам не буду... Ну как это так? Вы же полиция, я понимаю, что вы должны быть к людям лояльны, но есть такие правонарушения, которые... Материальный стан у меня в порядке, денег у меня хватает на штрафы, я могу штрафы платить. Дедуся там... Я в двухкратном размере... Я не дедусь, у меня очень хорошая машина, я маю кошты, чтобы заплатить штраф в двухкратном размере в казну, и как бы все великолепно. А на будущее вы должны по этим страховкам знать точно, ребята, что если у водителя на иностранной регистрации нету зеленой карты, и есть украинская страховка, это нарушение. Он, когда заезжает на территорию Украины, он обязан... По международному движению, въезжая на территорию Украины, любой водитель обязан иметь годную зеленую карту. Если нету, это нарушение. Если у него нет зеленой, есть украинская, это тоже нарушение. Ему украинская не нужна. Ему нужна только зеленая карта. Вы, когда едете, допустим, куда-то в Европу, вы в каждой стране не делаете страховку, вы делаете зеленую карту и ездите по Европе. Вы знаете, я как посадовая особа, маю право как звольнити водителя в ответственности, так и складываться за постановку. То есть я не могу так сказать, что я обязательно должен вынести постановку за постановку. То есть я разгляну поспілкуваюсь с водителем, я решил задать постановку. Вы считаете, что в данном случае мое нарушение, оно малозначительное? И оно не привело... Ну оно не малозначительное, потому что мы разглянули, как вы адекватный, адекватная людина, то есть вы зрозумели, так, свое правопорушение. Я думаю, что лучше вы в будущем будете выполнять правила дорожного движения и следовать за полицию, то есть перед полицией не претонать под IDC, то есть вы не так будете думать, не будете порушивать, чем я сейчас venirу на вас постановку. Вы наступный раз где-то тоже порушите. А там, вы порушите, потому что вы не вынесете постановку, потому что вы понимали, что полицейские нормальные люди, добрые, я лучше не буду порушивать, если виконять правила дорожного движения. Так? И так будет лучше. Ну так будет краще для мене, краще будет для мене. А с точки зрения обучения водителя на дороге, ну кто сделает из этого вывода? Ну вот я сделал вывод такой, что я могу ехать по Днепропетровску, тысяч двойную сплошную, меня остановит полиция. Я вам скажу, пацаны, вы красавцы, молодцы. И они скажут, ну, Ларастак, тогда езжай без постановления. И я не заплачу штраф, и в следующий раз я буду думать, я сейчас смотри, как я умею. Двойная сплошная. Мы с вами уже встречались, я тут працюю. Мы встречались? Нет, я рень працюю, я всех водителей, которые тут порушивают, они в основном приезжают до места, где они мешают, там кафе, где они отдыхают. В общем, мы уже их знаем, этих порушений. То есть, если мы уже второй раз остановим, то даже автомобиля едет, даже зрительную память понимает, что это автомобиля остановил, то есть, если мы заметим второй раз, уже нет. То уже не простите. Ну я и в этот раз прощения не прошу, я просил, я прошу штраф. Ну, мы не прощаем вас, мы извольняем вас из откровенности, то есть, не будем выносить жильцами. Ну хорошо, ребята, это ваш выбор, я с вами спорить не могу. Все, мы вас больше не хотим. Хорошие службы, да. Будьте осторожны. У вас документы в наявности, все в порядке, я думаю. Вы будьте осторожны, чтобы, не дай бог, вас не стреляли, не убивали, и вы тоже никого. Все, все выразумелось. Да. Ну, я надеюсь, это же не только ко мне такой подход, я надеюсь, к каждому водителю. Это же не потому, что вы узнали меня. Не каждый, ну, узнал, нет, скажу честно. Не, ну я вижу, что вы узнали, но это же неправильно, ну, вы же знаете, узнали, но я же нарушил. Ну, все равно надо, не важно, а если вы завтра остановите, к примеру, сына Авакова. Ну, к примеру, вы посмотрите документы, открывайте документы, а там Аваков Арсен Борисович и сын фотка вместе в обнимку. Вы такие, о, так это же Арсен Борисович. Ну ладно, езжай. Но если он две сплошные на своем джипе новом, вот так вот постановится, да, я сына Арсена Борисовича, то, конечно, я же на меня постановил. Надо, ребята, я вам скажу, независимо от того, кто, я это, вы меня остановили, любого другого активиста, любого с камерой, без камеры, человек нарушил, его надо штрафовать в любом случае. Тем более за те правонарушения, которые не позволяют предупреждения. Данное правонарушение, ну, двойное, вы знаете, что, за двойную сплошную в России, вот, ребята, вот смотрите, с России этот ролик, права просто на месте забирают, и человек ходит пешком. Двойная сплошная, это все. Написаны кровью. Такие нарушения прощать нельзя в любом случае. Поэтому, ребята, на будущее вам. Вы, конечно, лояльны и хорошо, и вы меня узнали, но это не есть правильно с моей точки зрения. Удачи вам, хорошей службы. Берегите себя, ребята. Удачи.